Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В здании военного комиссариата в Устилимске 26 сентября произошла стрельба. Молодой человек несколько раз выстрелил в военкома. Подозреваемый задержан. Подробности далее. Задержанным оказался 25-летний местный житель. На кадрах видеозаписи запечатлен момент нападения. Предположительно, призывник подходит к военкому и хладнокровно открывает стрельбу. В помещении тут же возникает паника. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кроме того, Игорь Кобзев в своем телеграм-канале сообщил, что дал поручение усилить меры безопасности. Поручение такое ответственное. Организовать безопасность на территории военного комиссариата, призывного пункта, круглосуточное дежурство силами ветеранов боевых действий, ветеранов вооруженных сил. То есть, круглосуточное дежурство, вы сами понимаете. Насколько это важно? Ну, в данный момент это очень важно. Потому что, ну видите, очень серьезные бывают такие неприятные моменты, когда действительно мужчины, молодые люди не понимают или недопонимают всю серьезную создавшуюся ситуацию у нас в государстве и в целом мире. Каким образом вот этот стрелок мог пронести оружие? Там недосматривают или как? Да, это легко и просто. Потому что, ну сейчас, во-первых, когда такая нагрузка, когда такая обстановка, да, вот, можно все что угодно провести. Тем более это, я так понял, уже при инструктаже, когда военный комиссар Устилимска инструктировал, вот, то есть пронести можно было спокойно, легко и просто. Поэтому надо усилить и бдительность, и, конечно же, проверять вещи, которые носимые с собой. Вот, может быть, даже, ну, вплоть до того, что ощупывают, как везде, ощупывают там на железнодорожных вокзалах, там, аэропортах, там и так далее. Поэтому это очень серьезно. Все может быть. Очевидец стрельбы рассказал, что самодельное оружие задержанный принес с собой, а выстрелов было несколько, не менее двух. Предварительно установлено, что подозреваемый проживает в Устилимске и не работает. Пока неизвестно, пришел он в военкомат по мобилизации или нет. В Устилимске межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области в отношении 25-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 Уголовного кодекса Российской Федерации и 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. На месте происшествия работают следователи Следственного комитета, а также криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый в настоящее время уже задержан. Сейчас его допрашивают следователи Следственного комитета. Пострадавший доставлен в медучреждение. Известно, что задержанный не является законным владельцем оружия, которое у него изъяли. Мотивы совершенного поступка будут установлены в ходе проведенных проверок. Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура. Андрей Иванов, Местное время. Между тем, врачи вывели раненого в Усть-Илимске военкома из медикаментозной комы. Его состояние стабильно. Пациент находится в областной клинической больнице. Переведен из Усть-Илимска. На данный момент состояние тяжелое, но стабильное. Больной выведен из медикаментозной комы. Проводятся все необходимые медицинские и лечебные мероприятия. Лечение продолжается. Первая отправка мобилизованных ангарчан состоялась утром 27 сентября. На площадь перед призывным пунктом проводить своих родных и близких пришли сотни горожан. На следующий день картина у призывного пункта повторилась. А вот 29 сентября на третьих проводах мобилизованных было решено отправлять от стадиона Ангара. Наши съемочные группы поддержали будущих бойцов и их семьи. Репортаж об этом смотрите далее. В районе ангарского призывного пункта образовалась огромная пробка. И дело не в проблеме со светофорами или дорожными работами. Утром 27 сентября Ангарск отправил первую партию своих горожан, призванных по мобилизации. Проводить в дальнюю дорогу своих родных пришло множество людей. С напустственными речами к отправляющимся обратились представители религиозных конфессий. Они благословили мобилизованных и пожелали им скорейшего возвращения к своим семьям. Да какие тут могут быть слова? Это трудное решение, которое совершается нынче в нашем Отечестве. И в нем принимают участие наши земляки, наши братья. Я молюсь и призываю всех молиться, чтобы Господь своей силой укрепил тех, кому вручено оружие, и умудрил тех, кто отдает приказы. Мы просим у Бога, ну и конечно, чтобы люди тоже обращались, чтобы первое, конечно, чтобы Господь дал человеку спокойствие, терпение, и чтобы мы все смогли с достоинством преодолеть эти трудные, смутные времена. И чтобы, конечно, молимся, чтобы все вернулись в здравие и благополучие. Поддержка призывников осуществляется на всех уровнях, в том числе со стороны государства, области и округа. Ныне, чем за сутки, предприниматели города Ангарска собрали специальные сухопайки для мобилизованных граждан. И вот что в них находится. Это вода, лапша, консервы, молоко и другие продукты. И такие сухопайки будут предоставлены каждому мобилизованному от предпринимателей Ангарска. Еще одно непростое утро для жителей города выдалось и 29 сентября. Вновь большое количество людей собралось вместе, только теперь у стадиона Ангара. Именно сюда перебазировали пункт мобилизации за количество призывников. Сотни людей, родители, жены, дети и друзья провожают своих родных в непростой путь. Родня провожают, друзья провожают. Вон, племянников куча. Вот, да, нормальные эмоции. Готово. Готово. Раз Родина зовет, почему нет? Для этого мы и давали присягу. Родным крепиться ничего не сделаешь. Только ждать, верить родным и близким, что мы вернемся, все будет хорошо. Ну а нам боевой настрой только так, не как иначе. Эмоции полностью положительные. У меня, как я два месяца назад только вернулся с Украины, я такого волнения не ощущаю. Настрой у мужчин боевой. Они улыбаются, успокаивают близких, которые от непогоды не только на улице, но и на душе прячутся в крепких объятиях своих защитников. Многие из мобилизованных уже прошли горячие точки. Этих людей видно по глазам полных решимости. Они в первых рядах ждут своей очереди, фамилии, объявленной военкомом. Это уже третья отправка мобилизованных жителей Ангарского городского округа. Им предстоит защищать родину. И в эти минуты, как никогда, важна поддержка. Вот и наступил момент, который родные будущих героев хотели бы отложить. Мужчины проходят в здание. Теперь своих жен, детей и матерей они увидят не скоро. Сейчас они напишут заявление на получение губернаторских выплат. А после того, как все формальности будут завершены, отправятся в Новосибирск в Центр военной подготовки. Ситуация в стране тяжелая. Испытываем гордость, сожаление. Ну и гордость, конечно, что мы провожаем брата. Не могу говорить. Очень много ребят, с которыми я выросла с самого детства. Близкие, родственники уже зашли. И хочется, чтобы ребята вернулись. Я сегодня, как и многие матери, провожаю своего сына младшего. Я желаю всем сыновьям, всем матерям дождаться своих сыновей, женам, мужей, детям, отцов, чтобы все жили, мы пришли, наши дети живы и здоровы. Я очень люблю своего сына. Слезы, крепкие объятия и горячие поцелуи. Сегодня площадь перед стадионом Ангара точно видела все. Родные мобилизованных на время попрощались со своими сыновьями, братьями и мужьями, которые пообещали вернуться. А мы будем ждать каждого и поскорее. Ребята, возвращайтесь! Колонна автобусов в сопровождении полицейских машин отправляется на станцию Гончарова. Этот пункт – последняя остановка мобилизованных на родной Прибайкальской земле. Каждую группу парней до этой отправной точки провожает мэр Ангарского округа. Прощальных слов не слышно из-за стука колес, но это и не важно. Все написано на их лицах. Поддержка, тревога и неподдельная гордость. Всем, кто стоит на этом перроне, обязательно нужно вернуться домой живыми. Сегодня терпение всем нам, уважение тем, кто сегодня принял это решение, большое уважение. И самое главное, мы верим, что победа будет за нами. Наталья Хмелева, Андрей Иванов, Олег Левченко, Роман Буйнов, Алексей Выборов, Руслан Ульмасов. Местное время. Другим темам дошкольный возраст – особенно важный и ответственный этап в жизни ребенка. В это время формируется личность и закладываются основы здоровья. Особый вклад в этот период вносят работники детских садов. На этой неделе они отмечали свой профессиональный праздник. Продолжит тему Кристина Пермякова. Кто споет стихи, расскажет, воспитатель это наши. Младшая группа репетирует свое выступление. Четверостиши отлетают от зубов, а движение танца с ложками заучены наизусть. Вечером ребята станут участниками концертной программы, повод которой важный для всех праздник – День работника детского сада. «Скорее всего, мое призвание – быть воспитателем, потому что дети меня любят, я их люблю, всех встречаю, всегда с улыбкой на лице, без всяких проблем. Поэтому у нас полное взаимодействие». Марина Степанова выиграла в муниципальном конкурсе «Она – воспитатель года 2022». В эту профессию женщина пошла по стопам мамы. Ее группа – ребята постарше. Для них Марина Степанова не просто воспитатель. Она – лучший друг. Каждый день рядом и всегда уделит внимание. «Она вас ругает иногда хотя бы?» «Нет». «Да». «А за что ругает?» «Что мы балуемся». «А вы много балуетесь?» «Бывает, да». Над воспитанием и развитием дошколя трудится большая команда. Например, музыкальные педагоги. Ребятам они прививают любовь к искусству и творчеству. Помимо этого, подобные занятия – хорошая разминка для ума и тела. «Она – это очень хочет, статься с нами он, пить и тихо». Больше 20 лет судьба Евгении Бибиковой связана с детьми. Говорит, что в детском саду задерживается только тот, кто способен отдавать свою любовь, внимание и силы, не требуя что-то взамен. «Я считаю, что с детьми без души работать нельзя. Дети это чувствуют. И когда дети бегут к тебе на занятия, бегут к тебе с такими глазками открытыми, и закончатся занятия, они подбегают, мы к тебе еще придем, вы нас ждите». Это, конечно, прямо греет душу. Важным членом команды детского сада является и логопед. Этот педагог развивает ребенка комплексно – как саму речь, так и внимание, память и мышление. И здесь не обойтись без трепетного отношения к каждому. «В профессии вообще работников дошкольных учреждений нет случайных людей. И это касается не только логопедов. Здесь остаются работать люди, которые действительно искренне любят людей. И, наверное, в этом самый главный секрет нашей профессии». «Воспитательница нас не ругает». «А что делает?» «Только пригласает на занятия». Ежедневные занятия – действительно неотъемлемая часть всего воспитательного процесса. На них дошкольники познают секреты окружающего мира. Естественно, благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. Не уступают в этих качествах и молодые специалисты. «Я люблю работать больше с детьми. Они меня радуют. Я люблю их понимать, играть с ними, узнавать с ними что-то новое». «Расскажи, какие у тебя воспитатели тут еще есть?» «Тепановно, терпитовно». «Ну и как они тебе?» «Добрые». Миша прав. Весь коллектив детского сада – это добрые, отзывчивые люди. Все они несут ответственность за каждого малыша и стараются вырастить здоровое и счастливое поколение. «Здесь включаются все, начиная от дворника, технического персонала, работников прачечной, педагогов различных направлений, педагога-психолога, педагога-логопеда, узких специалистов и, естественно, административного аппарата, без которых деятельность учреждения вообще невозможна». Каждый день они полностью отдаются своей профессии, дарят внимание, тепло и частицу своего сердца детям. С 7 утра и порой до 7 вечера на ногах и всегда в центре внимания. Свой профессиональный праздник в Ангарском городском округе сегодня отмечают почти полторы тысячи работников дошкольного образования. Кристина Пермякова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Многофункциональная площадка, спортивные тренажеры и отличное освещение. На этой неделе завершилось благоустройство одной из территорий Ангарского округа. В парке за дворцом культуры «Современник» оборудовали общественное пространство для занятий спортом. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. Это женская команда по баскетболу. Они тренируются во дворце творчества детей и молодежи. За плечами у девочек много побед. Все благодаря упорным тренировкам. А теперь заниматься любимым делом они смогут не только в своем зале. Новая многофункциональная площадка за дворцом культуры «Современник» готова принимать спортсменов в любое время. Здесь высокие кольца. Это хорошо, потому что на некоторых площадках кольца нестандартные и это неудобно. Здесь можно помимо учебы еще, например, я учусь, я могу после учебы помимо тренировок прийти с друзьями, поиграть в баскетбол. Поэтому мне очень понравилось, что решили сделать такую площадку. Выступления творческих коллективов, показательные соревнования и поздравления от первых лиц города. Так прошло праздничное открытие спортивной площадки в парке «Современник». Здесь оборудовали многофункциональное поле с резиновым покрытием для волейбола, футбола и баскетбола. Установили тренажеры, благоустроили парковку и сделали хорошее освещение. Стоимость работ – почти 4 миллиона рублей. Ребят, я хочу вам пожелать, чтобы эта площадка не пустовала. Развивайтесь, добивайтесь результата. Спорт – это, в общем, наверное, та неотъемлемая часть, которая должна у человека присутствовать в его жизни. Это умение достигать цели, умение добиваться результата, умение терпеть, умение преодолевать. И все это воспитывает именно спорт. В будущем здесь планируют проводить любительские соревнования. Для жителей ближайших дворов это место имеет особую ценность. На этом месте всегда была спортивная площадка, на которой жители ближайших кварталов играли в футбол. Но это была просто лесная полянка, вытоптанная всегда, пыльная, грязная. Но оно всегда востребовано. Сегодня здесь мы имеем современную многофункциональную спортивную площадку. Новое общественное пространство создано в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». За благоустройство этой площадки проголосовали почти три тысячи человек. Кристина Пермякова, Олег Левченко. Местное время. Комфортная, качественная и долговечная эти слова у жителей нашего города ассоциируются с обувью белорусской ярмарки. В Ангарске она представлена в широком ассортименте и предусмотрена специально для проблемных ног. Зимние и осенние коллекции ждут вас до 9 октября в кинотеатре «Родина». Подробнее далее в сюжете. Качество и комфорт обуви, представленные на белорусской ярмарке, ангарчане оценили уже давно. Сейчас есть уникальная возможность приобрести новинки из зимней коллекции, а также подобрать что-то особенное на осень. Сегодня подобрала, потому что мне надо зима на носу, а в магазинах у нас нет такого, что мне надо. Тупли и макосины, ботинки и сапоги в обуви от белорусских производителей. Ваши ноги будут чувствовать себя комфортно и уютно. Вы забудете про усталость, а все потому, что эти изделия изготовлены с учетом индивидуальных особенностей стопы. Вся наша обувь идет на комфорт для людей, которые имеют особенности стопы, такие как высокий взъем, широкое голенище, выпирающая косточка. Здесь вы быстро сможете подобрать себе пару обуви, как мужскую, так и женскую. Обувь белорусской ярмарки – это практично и удобно. Она прослужит не один сезон. Широкий размерный ряд, разнообразие цветов и моделей. Торопитесь, выставка продажи работает до 9 октября в Кинотеатре Родина.